всем привет хочу рассказать про лондонское метро чем она отличается вообще от нашего и как добраться в лондоне туда куда вам нужно значит у меня на столе лежит схема метрополитена москва санкт-петербург и лондон значит санкт-петербург 72 станции в принципе там я думаю ничего сложного разобраться поэтому пока не буду про это рассказывать а вот москва и лондон я хочу сравнить чем они отличаются то есть москва 250 станций лондон 272 станции то есть примерно одинаковая ну более-менее похожее количество станций но суть немножко разная то есть чем отличается метро вообще лондона и москвы в москве когда есть пересечение станций то у каждой линии своя платформа а в лондоне получается бывают станции где одна платформа она идет на разные линии и поэтому когда вы находитесь на станции в лондоне вам надо знать куда едет поезд по какой линии и куда направление то есть даже вот одна и та же линия она может и ехать в разные стороны вот сюда и сюда вот допустим вот здесь идет линия сюда идет сюда идет сюда идет сюда вот синяя линия допустим вот сюда пошла сюда то есть вы когда садитесь на поезд вам надо знать он сюда пойдет или сюда и вот допустим черная линия вот она так едет так едет это все черная линия Значит, в Москве, ну и вообще вот в СНГ, как бы таких маршрутов нету. То есть, как правило, линия, она всегда идет в одну сторону, никуда не разъединяется, никуда не объединяется. То есть, бывает иногда, что поезда идут до какой-то станции, от какой-то, не всю линию. Но так, чтобы прям конкретно на одной линии можно было заехать вообще в разные районы, такого нету. То есть, и в Лондоне получается, что когда мы находимся на платформе, там на одну платформу могут приезжать поезда, которые идут в разные направления. Поэтому на табло, там на станции будет указано, куда едет поезд, и на самом поезде тоже будет вывеска с названием, куда он идет. Также в поезде объявляют диктор, но в Лондоне все-таки будет это на английском языке. Может быть, не всегда понятно, что он говорит. То есть, все-таки в московском метрополитене на русском языке, когда объявляют, мы это понимаем лучше. Вот. Значит, Лондон делится на зоны. Центральная зона это номер один, это центр города. Потом зона два, три, четыре, пять и шесть, не помню, есть или нету. Суть в том, что когда вы покупаете билет, вы покупаете билет на какую-то определенную зону. Или на несколько зон. И получается, что вы заходите в метро с этим билетом, и в принципе, вы можете поехать на любую станцию. Но в лондонском метро есть контролеры. То есть, они могут проверить, на какой вы станции находитесь, если у вас билет на именно эту зону. И также получается, что при выходе там билет нужно пробивать через турникет. Получается, что если у вас билет не на ту зону, вы не сможете выйти из метро. Получается, что вы, ну типа как заяц, придется платить штраф. Вот. И если вы билет потеряете, то же самое. Получается, что вы не сможете выйти, придется оплачивать. Вот. И в Москве, ну насколько я знаю, такого нет. То есть, в принципе, вы зашли, и вы как бы дальше уже там, куда хотите едете, и как хотите выходите. То есть, контроль только на входе. Вот. Чем еще отличается метро? Что в Лондоне вагоны маленькой высоты. То есть, получается, что сам туннель, он как бы меньше диаметром. И вагон, он такой более как бы закругленный в сечении. И получается, что когда вы стоите в вагоне, то там самая высокая часть в центре вагона. И получается, что вот у меня, допустим, рост метр девяносто семь. Я могу ровно стоять нормально, в полный рост, только в середине вагона. Если, допустим, в вагоне много людей, час пик, получается, что ты заходишь и находишься возле двери. А дверь, она как бы идет под наклоном, потолок такой закругленный. Получается, что голова упирается в потолок, в дверь. И вообще неудобно нифига ехать в этом метро. Вот, также, в принципе, в Лондоне в метро много людей едят еду. И в Москве такого нет, и в принципе, в СНГ такого нет, и в Минске такого нет. Вот, и в Лондоне это считается нормой. То есть, получается, люди пришли, сели, разложили свои там эти гамбургеры. И всякое такое, едят. Там же бросают упаковку от своих продуктов. И также читают газеты, бросают их в поезде. То есть, это нормально. Получается, что вот я, допустим, еду на учебу в Лондоне утром, когда чистый аккуратный вагон. А еду уже после учебы днем. Получается, вагон замусоренный. На платформах тоже куча мусора. То есть, в принципе, все такое довольно-таки грязноватое чуть-чуть. Вот. Ну, это основные отличия. То есть, в принципе, если у вас какие-то есть вопросы более конкретные, вы спрашивайте в комментариях. Я постараюсь ответить. Вот. Всем спасибо. Пока.